Количество укусов жителей Воркуты с собаками за последние три года сократилось в шесть раз. Нехитрую статистику в эфире программы «Час мэра» привел Игорь Гурьев. По его словам, это потребовало дополнительных расходов и на содержание приюта для животных, и на их отлов. А вообще тенденция такова, что когда граждане покидают Воркуту, многих братьев наших меньших с собой, увы, не забирают. Видимо, те и пополняют ряды бродячих. В конце 2015 года как раз Юрий Александрович Долгих поехали на муниципальный приют, где там было у нас около 200 собак, 205 или 210. Ну, зрелище такое, не для слабонервных, но и понятно, что мало того, что питомник весь был заполнен, у нас стаи, я думаю, все жители помнят, да еще 2-3 года назад, когда стаи собак, особенно по весне, там по 3, по 5, на поселках там бывали и по 10, ходили спокойно и пугали детей и взрослых. Вот, сейчас ситуация максимально изменилась, хотя действительно есть еще отдельные случаи, мы максимально стараемся тоже на них реагировать, и телефон, там с автоответчиком, когда на страницу даже, когда пишут, я сразу информацию передаю нашим службам, чтобы отработали, и телефона ответчика тоже сразу размещаю, чтобы могли жители оперативно сказать, где там собака или, может быть, там 2-3 из такой стаи находятся, потому что все-таки они животные, передвигаются очень быстро. По статистике, я помню, мы где-то в 15-м году, когда запрашивал, 14-15 год, у нас там была информация от, если не ошибаюсь, скорой помощи, там, где обращались у нас с укусами, ну, там были и в том числе укусы домашних животных, вот, но все равно цифра была предостаточно, там более 300 было укусов, вот, последнюю информацию, которую нам сейчас за 18-й год запрашивали мы уже в ветстанции, по диким животным, которые, ну, безнадзорным, у нас, если не ошибаюсь, 53 или 54 укуса за 18-й год. То есть динамика такая серьезная, ну, и я сам по городу вижу, что вот эти вот лохматые большие собаки по городу у нас сегодня не бегают. Кстати, миграционный вопрос в этот раз был одной из опорных тем эфира. Переселения внутри муниципалитета ждут жители поселков Комсомольский, Заполярный и Советский. Квартиры для них власти муниципалитета ремонтируют в Северном и Варгашоре. Тут есть отставание от графиков, но половина работ уже позади.